Привет, мои хорошие! Доброе утро! Я хочу начать сегодня новый влог, и сегодня же он закончится, потому что это будет большой такой влог. Разбор, разбор пакетов одежды, что-то отдаю, что-то выкидываю. Буду перебирать детские вещи, точнее, я их уже перебрала, просто покажу, что нам мало, что мы покупали. Может быть, кстати, вам будет... Дэнь, сейчас заблокируют меня твою песню на фоне. Дэнни, на самом деле, сейчас разбирает пакет с носками. Все, сложил, Кись? Давай, иди сюда. В общем, посмотрите, вот, допустим, организация детского. Клади носочки сюда. Ты для чего вообще их разбирал? Здесь у нас, смотрите, футболки лежат, здесь маечки. Футболки и маечки. В маечках он спит, и в садике спит, в маечке, в трусиках. И дома спит, в маечке, и в трусиках. Как-то он уже привык, раздет и не спит. Вот, футболки это каждый день, там, по два раза в день. Мы можем, да, менять, там, часть футболок в садик всегда идет. Поэтому здесь вот разнообразные футболочки. Я стараюсь выбирать футболочки какие-то цветные, серые, какие-то, видите, вот такие, чтобы на них не сильно было видно, что ребенок там запачкался, если уж он запачкался, да. Вот, а, ну, такие однотонные, они особо у нас не в ходу, знаете. Вот, поэтому они внизу лежат. Я люблю, короче, цветные, яркие. Сейчас мама еще тоже нас заказала много всяких футболок и шортиков. Шортиков смотрите, как много у нас. Шортики я люблю удлиненные, не короткие, чтобы колени было закрыто, потому что дети падают все время. Здесь у нас половина шорт, а здесь половина брюк. Брюк у нас немного, вот, ну, как раз у нас скоро будет этот, на 8 марта. Он только у нас 10 будет утренник, да. И нам нужно найти брючки. Вот я, кстати, выбрала брючки, вот я думаю, какие одеть. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, нам сказали брючки и цветную рубашку. Ну, цветной рубашки нет, у нас есть только одна рубашка. Вот она она. Но она не цветная, с длинным рукавом серенькая такая. Ну, просто, знаете, куда-то там, может, на день рождения. Она еще такая, немного на вырост. Брюки у нас есть вот такие классненькие. Это такие, как бы, джинсы вельветовые, серенькие. Мне нравится, как они сидят, резиночка здесь. Знаете, очень редко найдешь брюки классные. Вот, например, а вот эти брюки, вот они супер классные. Я их сама покупала. Хорошие. А эти тоже сама покупала. А что это я так говорю, сама покупала? Как будто кто-то мне еще... А, дарят, нам часто дарят одежду еще. 98 размер, как раз наш. Они классненькие, мягкие, такие трикотажные. Но здесь, вот, смотрите, какая широкая резинка. Они ему спадают. И мы вот решили туда резиночку еще засунуть. Освободили сейчас резинку. Засунем. Мне кажется, он пойдет в этих брюках. Вот. А рубашечку я ему куплю. Вот сегодня или завтра пойдем в торговый центр. И надо взять какую-то цветную рубашку. Говорят, он классно танцует. И, в общем, буду его снимать. Он должен будет быть нарядненьким. Вот. Ну, здесь будут носки лежать. Это домашние брюки. Там, как бы, их тоже уже, наверное, надо будет скоро убрать. Вот. Оно и здесь с длинным рукавом. Все лежит у нас. Футболка одна с длинным рукавом. И куча всякого теплого. Там костюм еще лежит. Так. Денька разбирается у нас с носками. Опять он их вываливает. И обратно сваливает. Вот. Это то, что нам нужно будет постирать, освежить. Это новые вещи какие-то. А вот, смотрите. Это, кстати, вот я перебрала только что из ящика то, что я буду отдавать. Вот то, что буду отдавать, это... Так, полы у нас чистые, не переживайте. Мама помыла вчера, все убрала. Футболочка. Вот эта маленькая на нас очень классная, трикотажная. Не кашлатится. То есть, надолго такая хватит ее. Цвет такой молочный немного. Субтитры создавал DimaTorzok Он ходит уже самостоятельно в туалет. Вот эта вещь неудобна. То есть, он, ну, как бы, вот, расстегивать ему, да, быстро сходить неудобно. Поэтому у меня вот таких девочки. Сейчас покажу. Вот. И вот это все мне нужно отдать. Один с машинками вот такими вот мелкими. Самое интересное, что оно нам как раз. Я не знаю вообще. Мне жалко, потому что я очень много денег на это потратила. Вы сейчас просто посмотрите, сколько у меня их. Их очень много. И просто он, ну, как бы, что-то одевал, а что-то нет. Вот. Вот. Я брала, чтобы он и спал в этом, и ходил. Был какой-то маленький период, когда это ему было прям, ну, актуально и удобно. Именно бодики. Когда они гуляют, детки, да, и вот наклоняются, чтобы там не было открыто спинка. Вот. Но сейчас уже просто, ну, все. С коротеньким рукавом. Можно, конечно, было бы, знаете, обрезать вот так вот. Но, опять же, это надо подшивать. Это целое дело. Проще, мне кажется, купить новые, а эти отдать. И все, я все, что было в H&M, все цвета, которые там были, я все купила. И темные, и светлые. Вот. Но это отдам вот нашим знакомым. Может, им пригодится. Они еще меньше, чем мы. Я думаю, им пригодится. Так. И еще вот эти джинсы, которые мы тоже одели пару раз. Ой, грязноватые чуть-чуть. Ну, ладно. Все равно, я думаю, когда отдаешь, все равно люди стирают, да. Потому что мало ли там сколько лежало, где лежало, как носили. Поэтому ничего страшного. Отдам такие грязноватые чуть-чуть. Вот эти такие трикотажные. Ну, гонять там, знаете. Они чуть-чуть, конечно, порватые. Вот, знаете, я не люблю порватые отдавать. Ладно, там грязненькое постирала. Вот порватые я не люблю отдавать. Поэтому это выброс. И вот. И вот. Такая вот. Кстати, очень удобная. Она мягенькая, блин. И она просто нам маловатая. Видите, рукавчик уже маловатый. Мы ее прям затаскали. Вообще классная вещица. Вот я ее тоже отдам. Пригодится. Она просто не сильно теплая и не сильно холодная. И ее прям вот с собой взять гулять куда-то. Просто вот прям почаще надо вот именно такие вещи брать. Находить. Все. Так, это на выброс. А что у нас на выброс? Так, а то, что у нас на выброс, я, извините, выбросила уже. Я вам, хотите, с мусорки покажу? Просто, что я выбрасываю. Во-первых, там есть дырявые вещи. Дырявые я не люблю отдавать. Я их выбрасываю. Во-вторых, есть вот закошлаченные вещи. Ну, реально, вот это классная вещица. Да? И цвет классный. И все. Ну, вот когда кошлатится, я тебе каждый раз, когда ребенок погулял, нужно, блин, этой машинкой и все. Ну, это вообще геморр. Короче, я просто выкидываю. Такое отдавать мне стыдно. И выкидываю. Ничего, что я вам мусорку показываю. Как бы, ну, вы поняли, да? Так, Деня ходит за мамой. И все время вот это вот носки убирает. А вот, кстати, мой лук сегодняшний. Переоделась. Так, что еще хотела показать вам? Денька играет за салфетками постоянно. А, я все больше добавляю вещей сюда. Все больше разбираю ту комнату. На самом деле, та комната такая тихая, такая крутая. В нее заходишь, и прям вообще сразу блаженство какое-то. Короче, еще добавила свитеров, еще добавила костюмов, которые вот сейчас можно было бы носить. Так, ну что, давайте сейчас я вам покажу, что в этих мешках, потому что что-то я отдаю. Ну, пойдем писать. Так, подумаю сейчас, как лучше поставить камеру. Может быть, чтобы я села, вы меня видели так хорошо, и все, все было супер. Так, итак, не знаю, зайка, не надо одеялкой сюда. Не знаю, как меня видно, короче, я решила сесть вот так вот. Я такая вся в домашнем, потому что это типа влог, поэтому я здесь не выставляю свет, не выставляю ничего такого. Короче, что мы отдаем? Вот еще тоже детская, это все туда же, куда я вам говорила, маленькая, просто маленькая кофточка. На самом деле она очень клевая, она из Зары. Так, а что ты забираешь у меня вообще этот фон? Вот такая штучка, вот нам никуда она не пригождается, хотя здесь могут игрушечки лежать. Ну, вообще, у меня еще одна такая есть, по-моему, розовая. Я тоже ее отдаю. Так, отдаю вот такой вот шоппер, сумочка-шоппер. Не знаю, сейчас я вот это все складываю, знаете, в одно место, а потом, короче, делю я, что-то сестре даю, что-то подругам, кому что пригодится. Зай, а после этого уйди, пожалуйста. О, вот эти свои кожаные козадеи, да, натуральная кожа. Но сейчас я уже такое не ношу, и подъем мне тяжеловато, поэтому я их отдам своей сестре. У нас с ней одинаковая, по-моему, размер одежды. Я думаю, что ей будет классно. Они такие летние, сеточка, вот. Короче, такие козадейки я отдам своей сестре. Вот, а это что-то, что-то складывала. А, часы, часы тоже. Эти сестре тоже отдам. У меня много часов всяких разных, поэтому эти нужно отдать. Вот эту сумку отдам тоже своей сестре. Виктория Сикрет. Вот, она любит у меня все такое яркое, классное. Помните, я брала ее в этом, в Ялте. Вот, я ее отдам сестре. Я думаю, ей понравится. И здесь еще такая косметичка есть. Вот. Тоже сестренке своей отдам. Будет модная моя. Так, дождевик. Розовенький вот такой. Ну, его надо будет прогладить, конечно. Я думаю, сестра моя, она любит с ребенком. Они гуляют куда-то в походы. Я думаю, ей пригодится. Они пригодятся. Так, вот такой вот рюкзак. Коричневый, помните? Я тоже носила долгое время. Отключай. Я это делаю, люди. Чего вообще я его отдаю? Хороший рюкзак. Так, вот такая вот еще курточка, которую тоже отдам своей сестре. Это моя любимая куртка. Она очень удобная. С ней вообще и вагоне, и в воду. Она тепленькая, коротенькая и выглядит очень хорошо. Ну, то есть симпатично. У меня просто еще какая-то короткая есть, поэтому эту, я думаю, уже пора отдать. Так, ну и все. Тут букетик. Букетик цветочек. Так, и шарфик. Кстати, желтый шарфик. Ля, чего это я вырешила отдать? Мне же сказали, что желтый это мой цвет. Поэтому желтый шарф по-любому надо оставить. Видите, как иногда полезно делать номерологию? Это по номерологии мне сказала девочка, делала мне по моей дате. Сказала, что желтый это мой цвет, который приносит мне удачу. Теперь все, что желтое, я от этого не избавляюсь. Чего хотела избавиться, и теперь не избавляюсь. Так, еще один пакет тоже моей сестре. Это мои любимые всякие футболочки, которые прям реально трикотажные, легко носить. Но, ну, прям легкие такие носить, классно. Ну, короче, у меня их много, и я поняла, что мне надо поделиться, короче, своим трикотажем. Еще с окружающим миром. Со своей сестрой. Короче, много топиков. Топик опять желтый. Желтый цвет приносит удачу. Вот, куча топиков, которые я покупала. Просто сейчас что-то я их не ношу, и подумала, что, ну, все, значит. Значит, надо отдавать все цветные топики, свои маечки классненькие, которые Фикси брала. Так, что еще, что еще? Так, это для деток у нас. Это для деток. Это мы отдаем деткам. Так, что еще тут? Ага. Вот такая вот дизель классная джинсовка лежит. У меня уже лежит. Размером XS. Я не понимаю, как я раньше вообще, девочки, честно говоря, носила XS. У меня S размер сейчас. И плечи как-то вот даже на XS не позволяют. Но у меня много одежды XS, которую я отдала своим друзьям. Не понимаю. Короче, классная вот такая вот джинсовка, дизель. Вот. Это тоже. И знаете, есть какие-то вещи, которые я отдаю сестре. Если они ей не подойдут, у нее есть девочка маленького размера, подружка. И она ей, если что, отдаст это все дело. Так, что еще? Что еще? В общем, тут разные мелочи. Вот такие вот. Это к деткам, наверное, пойдут. Вот. Повесить, да? Что-то сложить. Это что-то я тут собрала в один мешок. Все. На самом деле, это для деток вот такая вот вещица. Вообще, вот я покупала это для Деньки, да? Мы вот маленькие были, пользовались. И все. И все. Вот уже не пользуемся. И уже отдаем. Разберу еще кому что. Платье вот такое, мое любимое. Деньки. Че кидаешь носки у меня? Платье трикотажное, мое любимое. Ну, оно мне маленькое. Я не понимала, как я его брала. Но оно очень классненькое такое. Оно прям вообще в такой оптимон нереально. И еще, 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 еще. Ой. И еще вот один пакет. Это я отдаю девчонкам. Своим подружкам. Короче, памперсы. Мы же перестали носить памперсы очень резко. А я купила вот такую. Целый этот. Целую упаковку огромную. Трусика. Они очень удобные трусики. Я прям рада, когда мы с памперсов перешли на трусики. Вот. Это я отдам девочкам. Потом Леночке, своей блондинке, я отдала обувь для девочки ее. Вот такую. А есть еще такая для мамы. То есть они будут прям девочке ходить в одном и том же. У девочки вот такие кроссовочки. И у мамы такие кроссовочки. Так. Вот такие ботиночки еще тоже. Это мы отдаем там. Тоже. Тоже, короче, ребятам. Ботины. У кого мальчик? Друзья в нашем. Так. Все. Обувь, короче, здесь ботиночки, кроссовочки для детей. Ага. И вот такой столик отдаем тоже. Который нам дарили на день рождения. Вот. Мы отдадим тоже. Ну, у них маленькие детки. Денька уже вот этим особо не играется. Я оставила ему кубик один, да. А вот этот наборчик отдам. Пусть повеселятся. Все это занимает много места. Детки с этого всего очень быстро вырастают. Все. Сейчас хочу еще немного пойти поубирать у себя там в комнате, да. А, вот такой набор. Я вообще покупала его, честно говоря, специально для малышки Лениной. 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 Тут, короче, ножницки. И ножницки такие классненькие. Потом еще. Вот это вот что за что? А, это для ножниц, да. Ну, короче, вот такой наборчик для ребенка. И что-то оно у меня лежало, представляете, я это, все не отдавала. А как там мне Лена говорит, со скандалом стрижет ногти ребенку там, то все. Я говорю, а ты ножницами стрижешь или щипалкой такой? Она говорит, ножницами. Я говорю, блин, щипалка. Мне когда брат открыл эту щипалку для... Я говорю, у нас очень быстро. Где мои все слова? Я вот что-то только проснулась на самом деле и слова потеряла все. Как-то я по-нерусски выражаюсь. Короче, мы щипалкой все делаем. И все происходит очень быстро и без скандалов. Мне кажется, с ножницами вообще опасно как-то стричь ногти ребенку. Я говорю, я тебе что, не дарила, что ли? Она такая, нет, ничего ты мне не дарила. И вот она у меня все стояла для Лены и специально покупала. Короче, положу, ей отдам. Этот рюкзак, который я хотела отдать, а потом такая, думаю, а что-то я его отдаю. Он мне по цвету подходит и все на свете. Рассмотрела, такая, думаю, что это я его отдаю. Нет, пока не отдаю. Скажите, часто у вас бывает такое, что вы что-то решили отдать, а потом начинаете перебирать и думаете, нет, себе оставлю. У меня такое не часто бывает, но бывает. Вот, например, как сейчас, да, я вот решила шарфик отдать желтого цвета, который мне удачу приносит. И вообще сейчас мои цвета коричневый, бежевый. Я тут решила отдать. Нет, оставлю. Ой! Ты что сбил мне, как? Так, ну что у нас... А, кстати, смотрите, что я мелкому достала. Вот, я же помните, заказывала, там уже не помню на каком сайте, вот это вот, такая она, как курточка, что ли, кожаная. И вот такая у нас еще есть. Вот, он наконец-таки вырос, что в этом, я думаю, весной это и поносим. Так, ой, не смотрите, это мой новый свет, видите, как много тут его... Я теперь снимаю вот это видео, чтобы вы понимали, видео уроки, да, я прям там выставляю свет, блин, полчаса, 40 минут я трачу на то, чтобы выставить свет. Вот этот весь многообразный. Так, здесь чуть-чуть подубрала, два ящика там освободила, две коробочки. Так, с чего же мне тут начать? Я даже не знаю, вот это тоже надо кому-то отдать. А ну-ка, пойдемте посмотрим, что тут... Здесь одеялко, в котором Денька рождался. Вот я не знаю, куда одеть. У меня никто вроде беременный сейчас не ходит, тем более еще мальчикам, да. И вот кому это отдать, я даже не представляю. Ой, голова больна. Ладно, пусть пока лежит. Здесь, короче, у меня нижнее белье, вот здесь целая коробка стрингов. У меня очень много, оказывается, бюстгальтеров, сейчас покажу. Так, сейчас, где они у меня только найти? Вот, смотрите, просто огромные. Я их не ношу все почти. Я там ношу отсюда, может, три штуки, да. Один там бежевый, один черный и один там какой-нибудь еще цветом. И все. И самое интересное, что от всех этих комплектов у меня есть трусы. И это трусы стринги, просто, ну там стринги, не стринги. Ну, короче, вот это все не стринги, там всякие комплекты. А вот здесь просто целая коробка, они показывают стрингов. Я их не ношу, но мне так жалко их выбросить просто. Ну, они же, блин, классные, не ношены. Вот, так, ладно. Если сейчас что-то еще найду, что отдавать, я вам покажу. Еще решила поделиться своими игрушками, которые я в фикс прайсе покупала и на фон себе вставила. Я думаю, что там такое? Ты в рот что-то взял? Гадость какую-то? Да. В смысле? Я собиралась это подарить девочкам, сестре твоей, подружкам твоим. Тебе зачем это? Будем подарить, да? Короче, Денька в итоге забрал, а в итоге и все, и все. Короче, одну подарю своей племяннице, одну подарю Ленаной девочке, Маруське, и Виктории Ленаной, другой Леной подарю. В общем, распределю, посмотрю так интуитивно, кому какая игрушечка больше подойдет. Так, еще нашла Денькину обувь. Ну вот смотрите, я не люблю, конечно, все отдавать какой-то подратой и так далее, поэтому это будет на выброс, но я не буду прям выкидывать, да, это все. Я поставлю просто это возле мусорки, может кому-то пригодится, я не знаю, кто-то вот возьмет. Там же тоже есть люди, которые лазают как раз-таки по мусорке, для которых нет денег, естественно. Вот они возьмут себе. Вот эти вот хорошие, они вообще целехонькие, мои любимые кроссы Найки, мы их покупали в Спортмастере, я, конечно же, их отдам. Вот это вот натуральная кожа я покупала, вот где я не помню, в Котофей, по-моему, покупала, не помню в каком магазине. Мы их носили в садик, во-первых, они на маленькие, а во-вторых, вот здесь вот эта вот штучка, она плохо начала липнуть. Я их отдала в ремонт, нам приклеили еще дополнительную штучку и она тоже перестала как-то особо липнуть вроде бы. Не знаю даже, честно говоря, но они классные, потому что у них здесь вот это вот твердое, хотя нет, не твердое, смотрите, не твердое. Вообще маленьким нужно с твердое носить вот этой штукой. Короче, я не знаю, честно говоря, вот эти можно было бы отдать, они так-то... Это я, кстати, покупала в Бель... Нет, не в Бельгии, в Германии покупала вот эти. Эти здесь в России у нас. Так, ну и вот, сапоги, они, в принципе, нормальные сапоги. И просто, короче, их надо почистить, помыть. Можно было бы тоже ребятам отдать, они целые, вообще нигде не порватые, не покоцанные. Короче, я их помою и тоже отдам вот ребятам. Короче, вышли мы погулять и смотрите, на нас кроссовки, которые я хотела в помойку выбросить. Потому что сапоги я не захотела одевать, а кроссовки у нас одни есть, но он их еще не одевал. А ко всему новому он очень плохо привыкает. Я говорю, вот эти оденешь, он такой, да. Я думаю, ну вот тебе, хорошо. Погода сейчас просто очень такая прям тепленькая, прям в кроссовочках. Так что пока мы их не выбрасываем, прям самое то, мне кажется, они целые, нормальные, только вот носки вот эти вот квадраты. Но мне кажется, самое то, вот это он катается на качелях, тормозит ногами. Новое что-то покупать смысла нет, они еще на него как раз, короче, пока не выкидывают. Качаемся с Дэнечкой. На улице, кстати, хорошая погода, но при этом вот как-то, если я сниму шапку сейчас, мне будет прохладновато. Поэтому не кайф ее снимать. Я так люблю вот так балдеть, просто, знаете, расслабился, лег. Ты ложишься? Нет. Не хочешь ложиться? А я прям смотрю на небо. Да. Чего? Я выбираю жить в каиф. Я выбираю жить в каиф. Я выбираю... Класс. Еще бы за малым кто-нибудь последил, потому что у меня. Крошки мои. Не ожидали, да? Сегодня день зачисточки был. Ну, и я думаю, что мне завтра просто надо уже утром вам выставлять это видео. Это значит, что я сейчас приду домой и начну монтировать. Малыш сейчас уже спит, дома снимать не могу. А с вами попрощаться-то надо. Я просто думала, что я еще вернусь домой, я еще что-нибудь почищу. Но пока на сегодняшний день все. У меня получилось три больших мешка. Вот. И я уже часть... Один мешок я сюда уже скинула, да? Потому что собираюсь как раз в гости уже поехать. И вот буду отдавать по частям эти вещи. И что-то уже буду новое искать в квартире. Как бы вот на сегодняшний день зачистила. Вот так вот. Интересно получилось, да? Что-то то, что я зачищала, начала показывать вам, в итоге оставила. Напишите, как у вас бывает, так или нет. Вот. Еще сегодня седьмое число. Завтра уже будет восьмое марта. И завтра уже некогда будет выходить. И кайф мамочку порадовать уже. Я и купила букетик вот такой вот. Почему-то обычно я розы покупаю, но в этот раз мне захотелось купить тюльпанчик. И очень красивый такой букетик. Из разноцветных. Я причем очень долго выбирала. Думаю, мне уже парень, который там продает, говорит, ну что, какой вам тюльпанчик собрать? Я говорю, сейчас подождите, с цветом это будет очень долго. И я начинаю, вот профессионалы, да, продавцы, я начинаю выбирать и думаю, блин, какой цвет. Белый это как-то, наверное, скучно, может быть, там, красный, может, уже как-то банально, там, желтый, там, к разлуке. Начинаю, короче, в голове всякую ерунду перебирать. И он мне такой, а вот, смотрите, готовые букетики есть. И правда, он, во-первых, ну, разных оттенков, всяких разных ярких, да, и еще в такой вот яркой вот фиолетовой упаковочке он получается вообще такой прям яркий, классный. Я прям смотрю на него и думаю, ой, это маме понравится. Вот, и она утром уже, ну, я сейчас ей подарю, потому что она сейчас не спит еще. И утром она уже встанет и уже будут ее цветы радовать. Вот, и завтра мы, наверное, будем ждать брата с его семьей. Мы, они приедут, я думаю, мы попьем кофе и выезжаем. Мы как бы не планировали, но мне почему-то кажется, что брат все равно заедет по-любому к маме, поздравить ее. Вот, так что вас обязательно я поздравляю с наступающим, хочется сказать, Новым годом, да, так звучит, всех девочек поздравляю с 8 марта. Да, вы уже начнете смотреть, уже 8 марта. И я вам желаю, чтобы вы получили от этого праздника именно всего того, чего сами хотите. Эмоции, настроения и, конечно же, подарков и внимания ваших любимых или, может быть, еще не любимых, но в будущем любимых половинок, мужей, братьев, отцов. В общем, всего вам хорошего. Я желаю в этот день, чтобы прям вообще прошел он на ура. Делитесь в комментариях, чем будете заниматься 8 марта. У меня никаких особых планов нет, но проведу, наверное, вот с семьей. Мама вряд ли куда-то захочет завтра выходить, это точно. Она будет рада, если ее все оставят в покое, ну, в плане не будут никуда тащить, а сами все уедут. Она у меня такая любит покой, но с удовольствием она с нами проведет время дома. Попьем кофе опять же, да, что-нибудь съедим вкусненькое. А потом уедем мы с братом, да, малых возьмем наших детей и, наверное, вот так вот вместе проведем время. А мама отдохнет тем самым временем от всех нас. Вот. Короче, вот такой день у нас планируется. Конечно же, я возьму камеру и буду снимать влог. Вот. Ну, а сегодняшний такой влог был зачистка. Все. Люблю, целую. Всего пожелала. Прощаюсь до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok